Конечно, киноделы в это нелегкое время готовы пойти на все, лишь бы заработать свои миллионы, так что уже никого не удивляют, скажем, трейлеры фильмов, смонтированные так, чтобы максимально ввести в заблуждение зрителей и продать ему дурнопахнущую субстанцию в яркой обложке конфетки. И другие трюки, но, кажется, недавно Sony Pictures, а также довольно популярная сейчас Sidney Swinney со своим партнером по съемкам Гленном Пауэллом перешли черту, тупо надув публику и дурачив ее самым наглым образом на протяжении более чем полугода. Это, конечно, позволило в итоге увеличить вложенные деньги почти в 10 раз, заработав сотни миллионов баксов, но при этом зрители теперь просто в ярости. Всем привет, с вами Юту и мы начинаем. Итак, не знаю, видели ли вы фильм под названием «Кто угодно, но не ты», данная романтическая комедия была выпущена в прокаты 22 декабря прошлого 2023 года компании Sony Pictures. Картина получила смешанные отзывы критиков, да и зрители тоже оценили ее на троечку, по крайней мере те, кто были на предварительных показах в составе фокус-группы. Так что оказалось 25 миллионов долларов, которые Sony вложили в создание этой комедии, плюс еще что-то на ее продвижение, что все эти денежки в лучшем случае удастся отбить в ноль. Так бы оно и было, если бы не одно «но». Дело в том, что за несколько месяцев до выхода фильма, как раз когда в медиапространстве появились его трейлеры, в сети стала вдруг распространяться информация о том, что между главным дуэтом ленты Сидни Суини и Гленом Пауэлом на самом деле развивается бурный роман. А поскольку Сидни прямо сейчас у очень многих на слуху, и это тот случай, когда я бы сказал, девушка максимально грамотно капитализирует те исходные таланты, которые дала ей матушка природа, если хотите понять, о каких талантах идет речь, можете заценить закреп в нашем телеграм-канале, все поймете, ссылка уже в правом верхнем углу. Так вот, поскольку Сидни сейчас на подъеме, да и ее партнер по фильму, тоже весь такой глянцево-гламурный, плюс толпа, как правило, любит такие вот закулисные ловстори. Короче, один этот факт типа бурного романа настолько подхлестнул интерес публики, к чего там греха таить, весьма посредственному фильму, что эта ничем не примечательная комедия сумела собрать в мире 219 миллионов долларов. Плюс фильм еще будет активно зарабатывать на стриминге, так что по предварительным подсчетам, его суммарная касса составит примерно четверть миллиарда зеленых, может даже немножко больше. То есть это ровно в 10 раз больше, чем потратили Sony на производство фильма. Отличный результат, особенно с учетом того, что, например, Мадам Паутина от тех же Sony и с той же Сидни Суини, в итоге, напротив, вытащила из карманов киноделов много миллионов. Но штука заключается в том, что, как выяснилось, роман, который якобы начался на съемках, и о котором актеры еще 3 или 4 месяца после выхода их фильма всем активно рассказывали, оказался тотальным обманом, придуманным исключительно, чтобы оболванить людей и заставить их отнести свои денежки в кассы на посредственное ничем не примечательное кино. Сидни Суини и Глен Пауэлл обманули фанатов фальшивым романом, чтобы добиться золотых кассовых сборов. Вот один из заголовков, который сейчас пестрят в англоязычной прессе. Актеры раскрутили мельницу слухов о возможном романе за несколько месяцев до выхода их романтической комедии «Кто угодно, только не ты». Эти спекуляции и только они в итоге помогли фильму стать кассовым хитом, собрав 219 миллионов долларов по всему миру. Глен Пауэлл недавно заявил, что закулисный роман был лишь частью маркетинговой стратегии по продвижению их фильма. Когда фильм вышел, слухи об их романе только усилились, повергнув знаменитости в безумие, говорит актер. По словам Глена, они решили оседлать волну этих спекуляций, поскольку он и Сидни Суэйни чувствовали, что зрителям это очень понравилось. При этом актер дал понять, что идея такого вот маркетингового хода, ну или если называть вещи своими именами обмана, принадлежит его юной коллеге Сидни Суэйни. Мы с Сидни получаем массу удовольствия вместе, и между нами очень легкая химия, говорит актер. Люди хотят, чтобы то, что на экране, было за кадром, и иногда вам просто нужно немного наклониться к этому, и это сработало чудесно. Сидни очень умна. Что же касается молодой актрисы, то недавно Суэйни даже пошутила, что не давала маркетинговой команде Сони спать по ночам своим постоянным потоком идей. То есть она, по сути, прямо признала, что данная выдумка была инициирована ей. Что же, респект девчуля, конечно, далеко пойдет. Вот, разумеется, те, кто вот прям серьезно парились по поводу личной жизни, и романы между актерами сейчас воют и плюются в ярости, что типа, а, их предали и обманули. И да, тут, конечно, не очень красиво, надо прямо признать, когда людей разводят, грубо говоря, на бабло, как стадо. Но, с другой стороны, кто сам обманываться рад, чему потом жаловаться. Такие вот дела. Что вы об этом думаете? Пишите ваши комментарии. Обязательно переходите в нашу телегу, там очень много чего интересного. А также подписывайтесь на наш канал и ставьте пальцы вверх. Спасибо всем за просмотр. Пока-пока.